Приветствую вас, я знаю, что вы уже выбрали ответ лучшим моего коллеги, вот, но мне всё же хотелось бы вам ответить, просто потому что проблема, на мой взгляд, ну, знаете как, вот вам коллега сказал, что у вас депрессия, ну, не совсем понятно, депрессия у вас или нет, на самом деле, при депрессии человек, он не хочет ничего, при депрессии человек не позволяет себе хотеть чего-либо, вы же хотите, у вас есть желание, но вы себе не разрешаете, понимаете, в чём дело, вот, итак, хочу жить для себя, но поняла это слишком поздно, поздно вы это поняли, если я правильно вас понял, именно по той простой причине, что у вас есть ребёнок, да, то есть из-за ребёнка вы, собственно говоря, и считаете, что поздно уже это поняли. Скажите, а вы к ребёнку как относитесь, вы своего ребёнка любите ли, вы хотите ли, вот, чтобы, ну, ваш ребёнок был счастлив, чтобы у него всё было здорово, чтобы он был здоровым, чтобы он был сильным, чтобы он был уверенным в себе и так далее. Желаете у вас всего этого? Если да, то как вы думаете, что для этого нужно? Далее, раз шесть. Я абсолютно зашла в тупик, потеряла ориентир в жизни и что делать дальше, ума не приложу. Смотрите, мы с вами подумаем так, да вы нам сейчас вот этой вот фразой говорите о том, что происходило с вами долгое время, да, долгое время. То есть, а вы долгий промежуток времени, скажем так, жили не для себя. Почти всю жизнь, да, вы жили не для себя. То есть, я так призреваю, что и мужа своего вы выбрали по образу и подобию абсан. Поправьте меня, если я ошибаюсь. И именно с таким человеком, как ваш муж вам комфортнее, опять-таки, да, потому что, как и ваш отец, ваш муж, он... Ну, собственно, такой довольно авторитарный человек. Да? Вот. И, соответственно, вы выбрали его, и вы выбрали его, не осознавая. Соответственно, сейчас нужно это всё осознавать. Нужно осознавать, что вы себе запрещали и почему, кто запрещал, чего вы себя лишали, чего вы хотите, и как-то вставать на поиск, на путь, точнее, разрешения себе этого. Вы пишите отношения с мужем непростые. А, вот сыну два месяца вы написали. А, да, я не заметил это. А, сыну два месяца. То есть, весь вопрос прочитала. А, значит, сыну два месяца, восемь месяцев, девять месяцев, девять месяцев у вас беребенности кошмарной, и два месяца, соответственно, вот. И, ну, можно назвать это послеродовой депрессией, можно назвать, но, да, это необходимо диагностировать. Смотрите, отношения с мужем непростые, а именно есть неразрешимые противоречия, которые были и до свадьбы, естественно. Вот здесь момент, момент. Вы говорите, что отношения с вашим мужем всегда были противоречивыми, и что это естественно. То есть, противоречие для вас – это нормально. Противоречие для вас – это естественно. А что такое противоречие, по сути? Это накопление бонусов, накопление обид, негатива. Соответственно, накопление, 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 и потом… Что? Потом, естественно, взрыв-взрыв происходит. То есть, вам нужно накапливать негатив, накапливать эти противоречия для того, чтобы потом, когда вас доведут до белого коленя, взорваться. Вот я вам и задаю вопрос. Теперь. Так, эм… Почему для вас? Почему для вас? Почему для вас? Это нормально. Что у вас есть противоречие с вашим мужем? Почему для вас? Почему для вас нормально не жить в гармонии? Зачем вы выбирали эм… такого мужчину себе, который как бы… как бы… эм… изначально уже выступал с вами противоречие? Зачем? Не потому ли, что для вас это единственный способ как-то проявлять свободу? То есть, если… эм… ну вот, смотрите… если имеет место быть противоречие, да? То имеет место быть накопление негатива, то вы получаете оправдание, да? Вы получаете оправдание… своей… своей… модели поведения… поведения… грубо говоря. То есть, вы получаете оправдание модели поведения, где вы… где вы… себе… что-то позволяет. Потому что без этого позволить себе вы ничего не можете. Правильно? Ну, это вот у вас такая вот детская позиция. А детская позиция почему? Потому что ваш отец… ваш отец вас подавлял. И подавляет до сих пор. И вы сами за себя отвечать не привыкли. Вы руководствуете с глазом отца… отца. Сейчас вот вас довели до белого коленя. Вам плохо, вам тяжело, вы… изнемогаетесь. Вот. Ну и… соответственно… Вы получили право. Вы получили право бунтовать. А… собственно говоря, а раньше вы где были? А раньше вы не могли, раньше у вас ответственно было, раньше чувство вины было. Понимаете? Раньше вам не позволяли, раньше вы были ребенком. Вот так. Я, как и многие женщины, вот я дура, решил, что после свадьбы смогу изменить ситуацию. Не вышло. Ну, во-первых, здесь идет, с одной стороны, попытка уйти от ответственности. Как и другие женщины. С другой стороны, обвинение в себя, в том, что вы так поступили. Ну, вот. А надо-то, во-первых, многие женщины здесь абсолютно ни при чем. Потому что это многие женщины, это другие женщины. Во-вторых, обвинять себя не надо. Вы это сделали для чего-то. А зачем вы это сделали? Вы-то надеялись, что вам будет так же комфортно, как и с папой. Вот как папа вас воспитывал, да? Так вот, вы думали, и с мужем будет. Но муж не папа. Он похож на него, но он не папа. Понимаете? И вот после пяти лет брака мой муж заказал все идеи завести ребенка. Для чего? Вопрос. Для чего? Вы говорите, что у него там гулянки, выпивка, все вот это. Вот, значит, человек для себя еще не пожил. Человек себе еще полностью всего не додал. Да? Значит, он не готов. Он не готов стать родителем. Пока. Вот и вопрос. Зачем? Зачем ему ребенок? Спрашивали ли вы его об этом? Я себя чувствовала нормально, но была под давлением общественного мнения и мнения своего отца, что детей заводить нужно. Это неуверенно в себе. Это отсутствие навыка доверять себе своим переживаниям, своим эмоциям, своим чувствам и так далее. Вот, в принципе, такая вещь. Такая ситуация. Такая модель. Понимаете? Когда человек под давлением общественного мнения и не делает то, что он хочет, когда он делает то, что говорят другие, он не доверяет себе. Значит, он не уверен в себе. С одной стороны, с другой стороны, боится осуждения и, в-третьих, не привык ориентироваться на себя. Не разрешает себе ориентироваться на себя. Потому что родитель, в данном случае отец, вам это запрещал. Ваши мысли, кому нужны пустоты, заводят. Это, скорее, бунт. В котором вы, подсознательно шли. Для того, чтобы сейчас позволять себе подобные мысли. И, как бы, в кавычках, освобождаться от груза ответственности, который на вас накладывало общество и отец. А как же без этого? Вот вы даже сейчас, как бы, спорите с отцом. Знаете, да? То есть, вы, вы спорите с отцом. Вы противопоставляете ему себя. Пока вы противопоставляете себе отцу, вы не взрослый человек. Вы ребенок. И как вы, будучи ребенком, вступали в брак, по сути дела, во взрослые отношения. Для меня загадка. Если вы не взрослели, если вы не позволили отцу быть одним человеком себе, другим человеком. Понимаете? Как вы можете музето своего принять? И уж тем более ребенку. Ну, то есть, вы сами подумаете, нормально, да, что вы даже в тексте, как бы, спорите с отцом. Спорите с ним. Да? Вы считаете, это нормально для женщины 30 лет спорить с отцом со своим? Потому что уже, уже масса. А что заставляет вас спорить с ним? А заставляет вас с ним спорить? Заставляет вас с ним спорить. По премности освободиться. Так это от вас зависит. Это от вас зависит по премности. Освободиться или не от отца. А где он такой? Вот он строгий. Он строгий. Он строгий. Он строгий, он подавляет вас. Так это его право. Он так поступает, он по-другому не умеет. Он по-другому не может. А вы, вы, тот же самый посыл, что дает вам отец. Ведь вы же не любите отца? Вы же любите отца, да? И вы знаете, что отец хочет вам счастья. Ну, по-своему только. Вот вы ему, точнее не ему, простите, себе. Себе. Этот посыл, просто перефразируйте с аспектом заботы о вас. И все. Элемент заботы о вас. Как бы вы тоже самое перефразировали с заботой о вас. С ориентацией на заботу о вас. Эй, все. Позвольте себе это. Все эти книги пишите вы. Эм, значит, да, я и живу свою жизнь, а не следую навязанным стереотипам. Это, опять же, это бунт, это противоречия. Правда, в действительности вы следуете именно стереотипам. У вас родительский сценарий. Как уж вот. Эээ, вы следуете направлению своего отца. Вы так выбрали своего мужа и так родили ребенка. С подавлением. Не потому что вы хотите. Хотели ребенка. А потому что были подавлением. Ну и вот, как бы, вопрос вам. Если вы подавлением, так вы живете своей жизнью. Не обманываете ли вы себя, говоря, что не следуете навязанным стереотипам? А, не, 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 не. Живете ли вы своей жизнью, если приняли мужа с противоречиями? Это тоже не следование навязанным стереотипам? По-вашему? Далее. Эээ, значит, все эти книги, зомбирование. Которые внушают, внушают нам девочкам с самого раннего возраста. Опять. Избегание от ответственности. Кому нам? Кто мы? Есть вы, только вы, Ирина. И все. Больше нет никого. Вы о какой своей жизни говорите, если вы не несете ответственности за себя, если вы не говорите за это ответственность только я? Ни другой, ни отец, ни муж, ни общество, я. Вы боитесь ответственности. И именно потому, что вы боитесь ответственности, вы не желаете брать на себя ответственность. Вы пришли к тому, что пришли, к чему пришли. Я решила, и очень зря. Это обвинение себя. Опять-таки. Что-то вы решили, потому что. Вам нужна гормонность. Вам нужен спокойствие. Вам нужна защищенность. Вам нужно спокойствие. И вы решили добиться этого легкого, этого легким путем. Таким же путем, какой вы выбрали при ответе моего коллеги. У вас депрессия, говорит моя коллега. Может быть она права, но вы выбрали ее ответ. Почему? Потому что вот вы сейчас пропьете препарат, и вам тут же станет легче. А так не бывает. Родительский сценарий у вас есть. У вас есть подавление своих потребностей. И надстройка родительского контроля постоянного над вами. У вас, скорее всего, есть заниженная самооценка. Скорее всего, страх, одиночество, может быть, еще какие-то страхи есть. Неуверенность в себе. Препарат этого не изменит. Понимаете? Вот вы пишите, я решила, что муж проявил самостоятельность, решился на ребенка, и оставить в прошлом свои вредные привычки, тусовки до ночи, ненормальных друзей. Почему вы, почему вы, говорите, что его друзья ненормальные? Кто дал вам право оценивать? Потому что оценивает ваш ответ. Ваш ответ говорит, что нормальный, а что нет, и вы сами, то же самое, говорите, что есть нормальные друзья, есть ненормальные. Но кто дал вам право решать за другого человека? Это, не нравятся вам друзья? Ну, не общайтесь с ними. Не нравится, что ваш мужчина общается с этими друзьями? Не общайтесь с мужчиной. В чем проблема? Что мешает? Что запрещает вам это делать? Кто запрещает вам это делать? Вредные привычки, опять же, для кого вредные? Мужчина имеет привычки? И посмотрите на него. У вас вредных привычек нет? Посмотрите на себя. Вы не живете для себя. Вы живете в противоречиях постоянно. А тот, у кого вредные привычки, живет он в противоречиях? Как вы думаете? Нет. Он не хотел ребенка, он получил ребенку. Далее. Значит. Тусовки до ночи. Опять же. Не зависть ли это? Не завидуете ли вы своему мужу? Он молит, а вы нет. Просил его об этом и все детально обсудили. Он, конечно, все подтвердил и клятся мне до спроса погонщины и дозраствует новая жизнь. Ирина, а как это происходило у вас? То есть вот вы договорились, сначала ребенка, или вы дали ему какой-то, ну, срок, чтобы он доказал вам, что он действительно изменился? Или как? Или что было? Почему вы поверили-то ему? Непонятно. Здесь. Все осталось на своих местах естественно. Опять естественно. Почему естественно? Вы в глубине души это знали, но все равно пошли на это? Зачем тогда? Да. Так. Не изменилось ничего правильно, потому что у мужчины нет мотива. Мужчина не будет ничего менять, пока у него нет мотива. Ребенок это не мотив. Ребенок это не цель, ради которой он будет менять свое поведение. В итоге, 9 месяцев кошмарной беременности, слезы, крыски ругань с моей стороны, гулянки, выпивка с его стороны. Смотрите, слезы, крыски ругань, это что? Обида, негатив, бунт. Это ваши все проблемы. С его стороны он делает что хочет. У него нет мотивов делать что-то для вас. Почему? Потому что вы ругаетесь, кричите, плачете, но все равно вы с ним. За этим не стоит никаких действий. За этим не стоит ничего взрослого. Вы ничего не делаете. Кто мешал вам на ранних стадиях беременности, уйти от него? Кто мешал вам на ранних стадиях беременности, например, сделать аборт? Или хотя бы сказать мужчине, что вы сделаете аборт? Нет? Вы ничего этого не сделали? Почему? Потому что запрещено. Не можете в этом сделать. Либо, позиция жертв. Который вы, кстати говоря, находитесь сейчас. Вы находитесь в позиции жертв. От меня ничего не зависит, я ничего не могу ни на что повлиять, меня зомбировали, а теперь я хочу быть с вас свободным. Так что бы хочу было, нужно ведь что-то сделать для этого? А что вы сделали, чтобы он не пил, не гулял? Что вы сделали, чтобы у него был мотив для этого? Как взрослый человек. Непонятно. Теперь у нас сын может его очень любить, пытается помогать как можно, а что конкретно делает? Казалось бы, есть семья, муж любит, есть ребенок, что еще нужно? Ну подумаешь, противоречие. Вот. Обесценивание. Обесценивание идет. И я не уверен, что это говорите вы. Насчет противоречий. Я думаю, что это говорите не вы. Я думаю, что это говорят ваши ответы. Вас. Потому что противоречие это очень важно. Особенно если они были на свадьбе. Далее, что нужно? Семья, муж любит, есть ребенок. Чтобы вам было хорошо. Чтобы вы состояли. Чтобы вы реализовали. Любовь, семья, ребенок, это мало. Помимо этого, у человека должно быть еще что-то. Должны быть он сам. Должны быть его увлечения. Его хобби. Его интересы. Его друзья. Его личное пространство. Понимаете? У вас этого ничего нет. Я судя-то поняла и осознала, что хочу только одно. Хочу выйти в дверь и никогда не возвращаться больше в этот дом. Почему? Хочу лишить для себя одно свое удовольствие. А раньше, что мне стало это делать. А ребенок как-то. Хочу работать. С кем? Чтобы что? Общаться с людьми. С какими? Для чего? Мне нужен мужчина в моем доме. Почему? Потому что мужчина это тот, кто вас подавляет. Так как отец, так как ваш муж. Другого мужчины, кроме этих двух, вы не знаете. Из-за этого все мужчины вас подавляют. Вы не можете выстраивать другие отношения, потому что вы не несете за себя ответственности. Из-за этого все мужчины несут вам угрозу. Знаете как? Ведь мужчина, другое желание к партнеру, это отражение нас. Вы относитесь к себе так, как относится мужчина к вам. Вот вы сейчас бунтуете. Вы сейчас бунтуете, у вас сейчас взрыв происходит. Но это просто хорошее. За этим нет никаких действий. За этим нет никаких поступков. За этим нет никакого коррекционного поведения. Понимаете, коррекции никакой нет своего поведения. Вы даже ответ выбрали тот, который рекомендуют вам пропить препараты. Легкий ответ. Безответственный. В том плане, что он не предполагает никакой работы над собой. Он может быть и правильный сам по себе. Он может быть и правильный ответ. Я не обсуждаю сам ответ. Я говорю о том, что это легкий пункт. Лекарства ничего не решают. Абсолютно. Решают то, что вы пребываете в позиции детской, пребываете в позиции ребенка, пребываете в позиции жертвы. Я ничего не могу. Все виноваты. Я только хочу. Я кричу об этом. Я несчастный. Я бедный. Окей. Вы несчастный. Вы бедный. Что делать то будем с этим? Как будем действовать? Действовать. Не хочу ни о ком даботиться и нести ответственность максимум. А как я сама виновата? Знаю. А вы не виноваты. Вы не виноваты. Вас научили только так. Вас научили действовать только по этой схеме. Вот только по этой схеме вас научили действовать. И все. Какая же здесь вина? В чем же вы виноваты можете быть? Нет. Вы не виноваты ни в чем. Не надо себя винить. Обвиняяя себя, вы запрещаете себя опять. Так же как это действует. Так же как действовала ваша ответственность. За ошибки ваши. Он вас ругал. За ошибки ваши он говорил, что это ты виновата, правильно? Вот. И так вот вы себя и привыкли оценивать. А в действительности? В действительности нужно искать не виноватых, а в действительности нужно просто на просто подумать. А для чего я это делал? Чего я хотел? Чего я добивался? Вот этим поведением. И выход в том, чтобы вы перестали кричать, чтобы вы перестали истерить, чтобы вы перестали пытаться привлечь к себе внимание вашего отца, вашего мужа и так далее. Выход в том, чтобы вы наконец-то начали действовать. Ориентировались бы на то, что вы можете. На то, что вы реально можете. Не то, что вы хотите. Не то, что надо. А то, что можете. На взрослую позицию. Что могу, что и делаю. Понимаете? Потому что желаний, например, всегда будет больше, чем возможностей. Обязанностей и обязательств тоже всегда будет больше, чем возможностей. Так вот и вопрос к вам. Если это так, имеет ли смысл? Имеет ли смысл тогда ориентироваться только на постоянные обязанности, которые вас уничтожают, и на желания, которые заставляют вас постоянно фрустрировать? Не лучше ли делать только то, что можно, что в ваших силах? На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!